Когда собирать мяту перечную для сушки? Мята – популярное растение, его добавляют в напитки и используют для украшения десертов и мясных блюд. Это также популярное натуральное лекарство в традиционной и народной медицине. Из свежей травы можно приготовить сироп, сок, желе, ароматный сахар, ликер, чай, соус, заморозить кубики льда, добавить в готовые блюда. В то время как из сухой вариантов поменьше, поэтому нужно постараться оставить как можно больше полезных веществ в продукте. Когда собирать мяту перечную для сушки? Мяту выращивали еще в Древнем Египте и Риме. Легенда гласит, что нимфу по имени мента превратили в растение. Айд так любил ее, что добавил аромат и свежесть, а также название мята. Именно поэтому оно считается одним из самых древних культурных растений. Помимо ярко выраженных вкусовых качеств, трава обладает целебными свойствами, придает блюдам яркость, особый аромат и пикантность. Растение небольшое, высотой около 50 сантиметров, в благоприятных условиях, влага, прохлада может вырастать до 70 сантиметров. Общий вид растения. Мята бывает декоративной и дикорастущей. Полезными свойствами в большей степени обладает культурный вид, поэтому лучше посадить ее дома, при имеющейся возможности. Растение многолетнее, имеет мощную корневую систему, из которой появляются молодые побеги. Морозостойкая, любит влагу. Самый популярный из 25 видов мяты, употребляемый в пищу, называется перечным, благодаря жгучему вкусу его листьев. Правила сбора. Существуют определенные правила сбора. Чтобы не дать улетучиться полезным веществам, не потерять вкусовые качества, презентабельный внешний вид, а также продлить срок реализации. Этого полезного растения, нужно учитывать условия, когда заготавливать мяту, сорвать ее в нужное время и в дальнейшем обработать с учетом рекомендаций. Чтобы максимально оставить полезные свойства при заготовке, нужно знать, когда собирать мяту на сушку, до цветения или после. Наибольшее количество полезных веществ содержится в период цветения, поэтому заготовить ее лучше в период с июня по август. Сбор мяты в эти месяцы позволит максимально сберечь ее свойства. Собирать растения лучше руками, так как взаимодействие с металлом портит продукт. Собирать траву нужно в сухую и солнечную погоду. Лучше утром, но рекомендуется избегать наличия на листах и стеблях капель влаги. Заготовлять мяту на зиму можно целиком со стеблями, а можно только листочки. Чтобы сохранить полезные компоненты нужно знать секреты, когда собирать листья мяты, когда срезать мяту. Важно! Рекомендуется срезать около 1 дробь 3 стебли максимум до 70%, тогда растение еще будет продолжать расти и порадует до конца сезона дополнительным урожаем. После сбора перебрать сырье и отряхнуть от пыли. Если растение очень грязное, его необходимо опрыснуть водой, дать высохнуть и лишь потом срезать листья или стебли. Не собирать вдоль дорог, автомагистралей, промышленных зон. Как правильно сушить, чтобы сохранить полезные вещества? Чтобы чай получился почти таким же насыщенным, полезным и ароматным, как и из свежих растений, необходимо разобраться во всех этапах подготовки. Сушка – важный этап после сборки, ведь при нарушении технологического процесса трава сохраняет свои вкусовые свойства, но теряет лечебные. Подготовка. Перебрать сырье, удалить порченные побеги и листочки, мусор. Листья отделить от стебля. Лучше это делать руками, так как взаимодействие с металлом портит продукт. Оставить собранные стебли и листья в темном, сухом, проветриваемом помещении без прямого солнечного света. Лепестки выложить тонким слоем и ежедневно перемешивать. Траву оставляют в помещении при температуре 20-30 градусов на 2-3 недели. Определить готовность можно, взяв лист в руку и жав его. Если слышен характерный хруст, и лист легко сломался, то растение готово к хранению. Важно, нельзя превышать продолжительность тепловой обработки продукта, потому что тогда листья становятся очень хрупкими и ломкими и теряют свои свойства. Подготовленные лепестки разложить тонким слоем. Как определить, что продукт готов? Качественно высушенную мяту можно определить по Следующим признаком – естественный зеленый цвет у листов и стеблей. Стебли и листья ломаются при легком нажатии. Высушенные растения Имеют ярко выраженный аромат. Сохранился пряный жгучий вкус. Не рекомендуется обрабатывать сырье в сушилках, микроволновках, духовых шкафах, с использованием отопительных приборов, так как эфирные. Масло улетучивается и теряется польза. Сушка со стеблями Если готовить растение впрок со стеблями, то нужно связать его в небольшие пучки, чтобы к каждому побегу был свободный доступ воздуха. Пучки можно обмотать бумагой и затем подвесить на веревках листьями вниз, чтобы эфирные масла скапливались в листочках. Сушить в проветриваемых помещениях без скопления пыли. В бумаге побеги защищены от ультрафиолета насекомых, туда не попадает пыль. Можно добавить веточки других растений, таких как шалфей, чабрец, зверобой и другие, так получится еще более полезный и разнообразный чай. Мяту со стеблями лучше завязать в рыхлые пучки и повесить листочками вниз. Обратите внимание, при сушке в бумажных пакетах пучки должны быть рыхлыми. Как хранить? Хранить сырье необходимо в тканевых мешочках или стеклянных емкостях, но не плотно закрытых. От бумажной и пластиковой тары лучше отказаться, так как она впитывает эфирное масло, что способствует потере полезных свойств, аромата и вкуса. Сырье впитывает влагу и запахи, поэтому нужно разместить его отдельно от продуктов с ярко выраженным запахом. Расфасовать в целом виде с листами и стеблями. При необходимости использования порошка, лучше приготовить его непосредственно перед самым приготовлением блюда. Важно, срок использования не больше двух лет. Если остались запасы двухгодичной давности, а выбрасывать растение не хочется, то его добавляют в воду для ванн. Периодически нужно проверять контейнеры с продуктом, если появилась влага, можно снова использовать метод, которым изначально сушили. Полезные свойства. Можно привести огромное количество фактов, чем полезны мяты перечные. В первую очередь, польза заключается в благоприятном воздействии на пищеварительную и нервную системы. Трава снижает тревожность и нормализует сон. Отвар из мяты способен нормализовать работу кишечника, регулирует аппетит, помогает отказаться от сладкого, повышает иммунитет в период простудных заболеваний. Для сохранения ценных свойств, хранить нужно в стеклянной таре. Наружное применение также распространено, благодаря содержащемуся. В составе ментолу траву добавляют в мази и бальзамы, которые обладают охлаждающими свойствами. Ее применяют при ожогах и воспалениях, а также добавляют в зубные пасты и ополаскиватели для рта, хороший антисептик. Мята содержит большое количество ценных для здоровья веществ, витамины, микроэлементы и макроэлементы, дубильные вещества, кислоты, аскорбиновую, кофейную, урсоловую, флавоноиды, бетаин. Также еще около 40 уникальных химических соединений волокна, кислоты и минеральные вещества. Калорийность около 70 килокалорий. Противопоказания. Нельзя употреблять продукты из мяты, гипотоникам, страдающим расширением вен, аллергикам, лицам с поражением печени, детям до 3 лет, беременным и кормящим женщинам. При любых странных симптомах, которые можно связать с употреблением этой травы, нужно прекратить применение и обратиться к врачу. Мята лимонная. Часто мяту перечную путают с мелиссой, мятой лимонной. Но важно помнить, что эти похожие растения имеют ряд отличий. Внешний вид мяты и мелиссы. Их отличия. Перечная используется как тонизирующее средство, а лимонная успокаивает. Листья у перечной гладкие и яркие, а окраска у лимонной имеет спокойный оттенок зеленого и легкий пушок. Если тщательно разжевать листья мяты перечной, то можно почувствовать освежающий привкус, а вкус листьев ее собрата будет лимонной. Интересно. Лимонную траву часто добавляют в лимонады вместо лимона, так как она с легкостью может заменить его вкус. Как использовать нетрадиционные способы? Помимо традиционного заваривания чая или отвара существуют другие необычные методы использования сушеной мяты. Для очистки ковра, смешать сухую мяту и соду и посыпать смесью ковер, оставить на час, а затем пропылесосить, после этой процедуры ковер станет более свежим. Для ароматизации воздуха в комнате достаточно разложить листья в баночки, можно добавить лепестки цветов и расставить по комнате. После тяжелого рабочего дня можно приготовить натуральный скраб для ног, смешать мяту с морской солью и оливковым маслом и нанести смесь на ступни. Натуральный тоник из мяты, настой с смеси воды и листьев оставить на час в холодильнике, а затем протирать прохладной жидкостью лицо, бодрит и тонизирует. На основе отвара из мяты можно делать ингаляции при заложенности носа и насморке. Защита от грызунов, так как они не любят резких и ярко выраженных запахов. Отвар мяты заморозить и кубками льда протирать кожу. Внешний вид свежей и сухой мяты. Мята – очень полезный и широко применимый продукт. Использовать ее можно как в кулинарии, косметологии, так и в быту. Обладает приятным вкусом и полезными свойствами. Важно знать, когда цветет мята, когда собирать, как обрезать мяту, где оставить на длительный срок эту приправу. Субтитры создавал DimaTorzok